Добрый день, друзья! За пультом Татьяна Самарина, у микрофона Александр Краснов, в эфире Музыкальный Экспресс. Сегодня у нас в рубрике события анонс премьера художественного фильма «Упадание», которое состоится на следующей неделе, 23 апреля, в бывшем Дворце культуры железнодорожников. Казалось бы, каким боком это относится к музыкальной программе? А дело-то в том, что режиссером этого центричного и абсурдистового фильма является никто иной, как руководитель Балевской группы «Сейф», композитор, поэт и музыкант, уложник Николай Ковалев. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуй, Коля! Здравствуй, Александр! Сразу надо говорить! Подрежьте! Подрежьте! Насколько я знаю, этот фильм был снят вами в 99-м году. Так ведь? Почему только на следующей неделе состоится премьера? Дело в том, что фильм мы действительно сняли в конце уже прошлого века, и он выходил только на Виховец. Вернее, даже... На домашних косетей? Да, даже так скажем, когда мы снимали фильмы, мы вообще не думали о том, что будет публичный какой-то показ. Это такое было веселое времяпрепровождение друзей. Но неожиданно получился такой резонанс у зрителей. Все начали друг у друга переписывать эти кассеты, спрашивать, заказывать. И мы одну партию сделали, видеокассет вторую. Ну, потом как-то уже видео-магитофоны отошли. А в прошлом году я отреставрировал тот фильм для DVD, и, в общем-то, он получил вторую жизнь. И теперь мы ездим вот с такими киномузыкальными вечерами. И в первом отделении показываем фильм попадание, а в втором делаем концерт. Ну, то же самое будет и 23 апреля, насколько я понимаю. Надо сказать, что фильм этот снят по мотивам рассказов, да? Да, по мотивам повести Даниила Карлса «Старуха». И также там, естественно, вкраплены фрагменты разных рассказов. Скажи, пожалуйста, а кто-нибудь из группы Сейф еще принимает участие в съемках? Да. Михаил Орионов, к сожалению, которого, к сожалению, уже нет, он сыграл ту самую «Старуху». Причем он же был очень высокого роста, и в фильме ощущения роста нет. Такая маленькая, скукоженная «Старушка». Ну, ты видел уже с ним, да? И мы, кстати, на съемках этого фильма еще больше сдружились, и он вошел в основной состав группы как раз вот после этих съемок. Какая там музыка звучит? Музыку писал ты или эта компиляция? Музыка специально написана для фильма, писал я ее. Для меня это был первый опыт написания музыки, кино. Мне хотелось, с одной стороны, сделать музыку тревожную, с другой стороны, чтобы она была достаточно эксцентричной, чтобы подходила к Хармсу. Я даже специально достал старый синтезатор «Кассио». Потому что на нем были такие какие-то кривые звуки. И специально использовал его для извлечения каких-то красок. Я напоминаю нашим слушателям, что состоится 23 апреля в Доме культуры Железнодорожников. Сейчас он называется по-другому, конечно, но все привыкли. Или «Железка» называют. Состоится концерт группы «Сейф», и в первом отделении будет презентация от ремонстрированного, отреставрированного фильма «Упадание». В шесть часов начала концерта. Приходите, будет. Я думаю, интересно. Также мы подготовили совсем новые песни. Совсем новые? Совсем новые. Они войдут в ваш очередной альбом. Да, мы сейчас работаем над песнями к новому альбому. И нам уже не терпится сыграть эти новые песни. Хорошо, я привел на ваш концерт, послушаю. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что сегодня в нашей программе экспертом, так сказать, по современной музыке был Николай Ковалев, художник, поэт, музыкант, руководитель очень хорошей паренской группы «Сейф». А мы с Татьяной Самариной машем вам ручкой и до встречи на следующей неделе в то же самое время. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok